Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. В этом видео хочу затронуть интересную тему. Как легко убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Коротко разберемся в теории и потом в практике покажу эксперимент. Искал ответы на эту тему в интернете. Смотрел много видео. Хотелось найти что-то нового и интересного. Но сперва ничего такого не смог найти. Основном советы и дедовские методы. То шланги в системе охлаждения давить и массажировать. Чтоб выгнать воздушную пробку из системы. То машину с наклоном вставить на горку. И было ничего больше сообразительного. Потом перешел на англоязычный интернет и сразу стало интереснее. Посмотрел несколько видео и видно было что буржуи намного продвинулись вперед чем мы. И вот как они химичат и удаляют воздушные пробки из системы. Обмозговав такой метод, оказывается все просто и очень легко. Давайте чуть продвинемся в теории. Когда заменяем в системе антифриз или еще по другим причинам, в системе охлаждения часто образуется так называемая воздушная пробка. Или воздушные пузырьки в трубках или в радиаторе печки. Воздушная пробка мешает полноценно работать в систему охлаждения и возникают некоторые затруднения. Например, печка плохо греет в салоне или двигатель трудно прогревается и не доходит до рабочей температуры. Когда мы заводим двигатель, образовавшаяся воздушная пробка под воздействием помпы начинает гулять, крутиться по малому кругу в системе охлаждения. Потом, когда термостат откроется, ходит по большому кругу. Или если эта пробка образовалась в радиаторе печки, оно все время может там оставаться длительное время. Исходя из этого, понятно, что когда мы заведем двигатель и антифриз под давлением помпы начинает циркулировать, ходит по кругу, воздушная пробка тоже перемещается и ходит по кругу. Воздушный пузырек после охлаждения по кругу в конце концов окажется там, где крышка и если крышка радиатора или крышка расширительного бачка у нас будет открытым, этот воздушный пузырек окажется на улице и будет удалена из системы охлаждения. Это одно, но существует еще одну особенность. Когда мы заводим двигатель и антифриз начинает прогреваться, оно начинает соответственно в объеме расширяться. И пока мы тарахтим наш двигатель, если крышка откручена, антифриз может начать выливаться на улице. Чтоб этого не случилось, умные люди поэтому и придумали такое устройство – воронку. Если объем антифриза начнет увеличиваться, уровень антифриза просто поднимется в воронке и не будет выливаться снаружи. Оказывается, продается этот инструмент с разными присадками для разных марок автомобилей и на Алиэкспрессе и везде. Ссылку для покупки на Алиэкспресс оставлю ниже, в описании этого видео. Стоит недорого. Продается и американцы не дураки, чтоб так просто зря тратить деньги. Китайцы тоже целую индустрию построили на этой воронке. Хотел купить, но передумал. Во-первых, из-за того, что штат придется с доставкой около двух месяцев, и на черт вообще она мне нужна. Если бы я был мастером, такую вещь-то незаменима. Существуют еще более продвинутые инструменты для проверки давления и удаления воздушных пробок из системы охлаждения. Итак, с теорией мы познакомились и переходим на практику. Поэкспериментируем, что у нас получится. Ну ладно, подумал я и начал размышлять об дедовском загарке и доходчивости. Зачем непростому, а то любителю, такой продвинутые инструменты? Ведь в месте такой воронки всегда можно подобрать какой-то другой предмет. Например, вот такую пластмассовую бутылку. Подбираем нужную бутылку, чтоб горловина бутылки примерно подходила к горловине нашему бачка. И чтоб там плотно сидеть, если плотно не подходит уплотным специальным сантехническим инструментом. Пакля, по-моему, так называется. Если бутылка там не плотно будет сидеть, антифриз начнет просачиваться из зазора и начнет выливаться на улице. А это нам не нужно. Этот бутылка лучше по размеру подходит к горловине моего расчердительного бачка. И пластмассовая стенка подольше. Антифриз постепенно в нем будет прогреваться. И толстая стенка, вот почему лучше. Будет более температуроустойчив. Надеваем ее на бачке, заводим двигатель и начинаем наблюдаться. Добавляем, доливаем антифриз в воронки, чтоб лучше было видно выход пузырьков из системы. Как только заведем двигатель, антифриз под действием помпы начнет крутиться в системе. И потихоньку будет прогреваться. И не надо газовать. Включаем обязательную печку. И вот через какое-то время мы увидим на холостом ходу наши в воронке воздушные пузырьки. Иногда в воронке из системы будут подниматься воздушные пузырьки, если они там есть. Вот это уже третий раз в бурникал пузырек. Я просто не успел включить камеру. Наблюдаем так примерно 15-20 минут. Главное, не надо подгазовываться. И все это делаем на холостом ходу. А то температура антифриза быстро поднимется, начнет кипеть, быстро поднимется в воронке и начнет на улице выливаться. Чтобы от этого подсваховываться, можно в машине посадить помощника. И если что-то подозрительное заметим, сразу быстро глущим мотор. В течение этих 15-20 минут, если есть в системе воздушные пробки, то они обязательно удалятся. Потом включим двигатель и, например, вот таким инструментом удаляем из воронки лишний антифриз, специальном заранее приготовленном кувшине. Оно может и потом пригодиться. Сокрываем крышку и наслаждаемся итогом нашей работы. Даем ночью двигателю остыть до нужной температуры. Уровень антифризов в системе еще убавится. Откручиваем в утром крышку на холодном и урегулируем количество антифризов в системе по специальным меткам, которые указаны на бачке. Хочу еще отметить, что такой метод подходит и для системы, где крышка на радиаторе. Но думаю, когда поставим воронку на месте крышки, придется заглушить, перекрыть отливной шланг на корловине радиатора. Пишите после удаления пузырьков, как Вы это сделали и, как Вы читаете, лучше заглушить этот шланг или нет необходимости. Хочу еще отметить, что после такой процедуры есть большая вероятность, что в радиаторе печки все равно останется воздушная пробка, что крайне нежелательно. Я показал упрощенную схему в системе охлаждения и на самом деле там чуть посложнее и возможно, что внутри радиатора все равно останется воздушная пробка. Я познакомился с методикой, как из радиатора печки лучше удалить воздушную пробку. Есть несколько методов, и один из них мне научили Мацеской. Постараюсь найти время и в следующих видео покажу, как это лучше сделать. Думаю, лучше сначала из радиатора печки убрать воздушную пробку и потом воспользоваться методом, который я показал для удаления пузырьков вообще из системы охлаждения. Хочу еще заметить, что инженерами на некоторых марок автомобилей предусмотрены в системе охлаждения специальные клапаны для совоздушивания системы. И если оно присутствует на вашем двигателе, можно игнорировать метод, который я показал. И сначала попробуйте с помощью этого клапана удалить воздушную пробку из системы. Ну и в конце видео хочу попрощаться до выхода следующего видео. И если это видео чем-то было вам полезно и интересно, просто подписаться на канал, нажать обязательно на колокольчик. И спасибо всем за внимание. Комментируйте, пожалуйста, видео. Субтитры сделал DimaTorzok